Лена, есть у тебя мечта? Много. Ну, не все такие, о которых можно рассказать. Всяким личностям. Всяким проходимцам, да? Да, с камерами. Так. Но в идеале, такая банальная мечта, иметь работу, которая доставляет удовольствие, иметь рядышком родных и близких, и хочу собачку. Собачку, да? Да, пока нельзя, мне не разрешают. Да ты что? Почему? Потому что мы такие еще не осели, не знаем, что будет дальше. Вот куда эту собачку потом, если вдруг что-то произойдет, не знаю. Так тут все, оказывается... Охочется? Охочется. А какую собачку хочешь? Я хочу маленькой, думаю, маленькой. Вот мы вчера видели на карнаваде, не знаю, как называется, вот такая, похоже на мопсика, но чуть больше. С такими ушками лопоухими. И честно, нельзя. А ухаживать за ней... У тебя была раньше собака или не было? Были коты все же. А, коты были, ага. Ничего, так? Не, не нормально все. Моя камера ко всему привыкла. Коты были. А почему сейчас собаку захотелось, а не кошку? Потому что преданная, она будет меня себе дома ждать. То есть, не хватает каких-то более высоких чувств? Это когда сентиментальное, мне хочется чего-то такого близкого, дорогого, чтобы всегда было рядом. А кошки не такие? Окошки сами по себе. Сами по себе. А вот близкая, ну, хорошая работа, близкие люди. Что делаешь для осуществления своих мечт? Или мечты? Учу испанский. На данный момент испанский учишь, да? Да. Я надеюсь, что мне это в будущем поможет как-то. Чтобы на работу устроиться. Да, лучше найти место. А еще мы регулярно покупаем лотерею. Кого покупаешь? Лотерею. Ага, так. Чтобы как выиграть миллион и как открыть свое дело. А какое бы дело хотела открыть? Я не знаю пока. Пока не знаешь? Мы думали, что здесь очень популярна аренда машин. Что наверняка будет пользоваться спросом. Но, честно говоря, не знаю. Но тебе самой интересно заниматься арендой машин? Даже если это будет пользоваться спросом? Я думаю, что если это свое родное дело, которое ты начал с самого начала, это, конечно, интересно. Не может такое. Просто я почему говорю, вот очень много людей в первую очередь приоритет идет на деньги. Правильно? То есть они думают, так, что можно открыть? Вот, допустим, в каком-то месте. Но это, естественно, не впереди стоит. Не последнее место. А потом, получается так, ты сначала с удовольствием что-то делаешь, допустим, те же автомобили или какие-то рубашки продаешь, еще что-то. А потом это уже становится не вот этим нелюбимым занятием, а уже становится просто доходом. Но ты уже вынужден это делать. Ты должен утром вынужден вставать. Только потому, что тебе нужно жить, но не потому, что доставляет удовольствие. Ну, смотри, если это уже приносит какой-то определенный доход, значит, можно открыть что-то и другое, а потом выкрутить новое удовольствие. Новое удовольствие. А что бы, какое еще новое удовольствие открыл? Вот какое бы ты хотела сделать то, чтобы, представь, у тебя много денег. Вот нету проблем с деньгами. Это все салон красоты. Салон красоты. Да. Ты разбираешься в этом или просто? Ничего. Мне кажется, любой девочке хотелось бы. Просто салон красоты, да? Угу. Значит, мечта собачка и салон красоты. Да. Чтобы твои мечты, Лена, осуществились, даст Бог. Спасибо. Спасибо тебе. Угу.